всем огромный при огромный привет я рада видеть вас на своем канале надеюсь вы тоже рады меня видеть ребят я посмотрела видеоролик за последнее время после того что произошло у меня наверное это первый видеоролик на канале доброе дело потому что ни один из их видеороликов с 27 числа я не смотрела и посмотрела видеоролик про женю остальные видеоролики не просматривала ну как-то сейчас не особо интересно же не посмотрела но потому что такое произошло у нее отняли детей и сейчас она их пытается вернуть и и ездила значит в наркологический диспансер и ее должны были госпитализировать но из-за того что у меня дома ребенок и как она сказала пузатая коза и и не госпитализировали значит я хочу высказать свое мнение я не знаю но возможно бы я и не отдавал их ей детей ну во первых о том что она выпивает уже было понятно давным давным-давно и многие писали местные жители что она ходит пьяная пьяную мы неоднократно ее наблюдали в видеороликах конечно же на канале добродела вписали ой женечка натворила там исправляйся всяко прочее но ребят все равно нет доверия этой женщине если она и раньше выпивала не факт что она снова все это возобновит и мне кажется что рано или поздно все равно это случится и знаете я вот не верю в эти лечения в эти уколы как которые там дают вот как по мне мне кажется что если человек сам не возьмется за голову и не перестанет пить то никто не исправит ситуацию но страшнее чем пьющая мать по моему нету ничего ребят я знаете вот как-то рассуждала дамы с мамой как-то сидели разговаривали потому что тоже где-то вот в новостях мы еще когда папа у меня был жив на растях там показывали тоже что забрали там пятерых что ли детей там у женщины мы с мамой как-то вот сидели да и рассуждали что вот когда мужчина пьет да это как-то полбитые нет это конечно ужасно потому что мужчины разные бывают адекватные неадекватные я вот вспоминаю да как папа у меня когда здорово еще был как праздники были он у меня не пьющий был но в празднике там мог рюмку две выпить да и он когда там допустим выпьет да он настолько добрый становился что мама от его доброты не знала куда убегать я вспоминаю даже в детстве как он постоянно говорил как если выпившись чуть-чуть ой моя софья александровна ты моя самая любимая ты моя самая дорогая она говорит что это так надоедало я говорю маму ничего себе такие ласковые слова тебе говорил он так тебя называл вообще и вдруг ты говоришь что аж надоедал она говорит ой говорит ты не представляешь говорю уже лучше ласковые слова нежели какие-то злые ну вот и мама говорит тоже что говорит хуже нету чем это мать алкоголичка это ужасно ребят мне конечно же всего этого не понять потому что но я не знаю как так имеет целый дом детей малышей это кажется живи и радуйся пытайся заработать денег для них как то чтобы поставить их на ноги выучить но нет когда мозг забить тем что хочется выпить то интереса к детям нет ну правда мне ребят этого не понять я не могу это понять и я даже не представляю как вот потом неплохо не болит голова когда вот пьют ну вот не знаю мне короче ребят понять мне женю наверное никак потому что наверное в моей жизни ну как-то не было вот таких каких-то ярких примеров до пьющих матерей до которых забирали детей и вот для меня это дико ребят это дико когда вот такая вот ситуация особенно вот прошлый видеоролик она сидит что отмазывается да что мне муж виноват она и в этом видеоролике пыталась тоже якобы чуть ли не оправдать себя ночью сама что ли не виновата что ли есть через силу выливали ну там что-то вот подруга какая-то якобы тоже говорила что он ее там заставлял пить ну ребят и ну не верю я в то что ее кто-то заставлял пить то что она пила раньше уже была на галочки наверное о опеки это уже знаете говорилось и раньше и что ее кто-то мог там заставить выпить ну что мне вот как-то не верится и да странно этот ее муж был в видеоролике до показывали его но все равно мне показалось что он более такой адекватный и не знаю я ребят что из этого выйдет удастся и вернуть или нет да конечно же и пришло осознание она плачет детей дома нет и ей сложно уже она там замыслила прямо там какие-то кредиты куда-то в какие-то кредиты влезть что-то как-то разруливать и вот якобы если бы не мальчики то она не знает чтобы и делала но мальчики уже у нас сворачивают контору поэтому не знаю как мальчики теперь будут помогать ну и значит же не назначили лечение поставили ей какой-то укол взяли у него кучу анализов и она 10 дней должна ездить тоже на какие-то там уколы или капельницы плюс принимать таблетки по сути она должна лежать в больнице ну так как у нее дома ребенок так как у нее еще дома коза собаки там и коты то есть сделали поблажку и она не должна пропускать ни одного дня помимо того что она будет проходить лечение она будет решать еще вопросы с документами плюс она наверное будет искать работу хотя чё-то она там уже говорила что какая-то у нее там работа уже есть в планах где она устроится и будет работать вот почему бы ее раньше не расшевелить так было а то хорошо было ей мальчики привезут посылки подписчики пришлют до денег передадут ей и нормально но она и получала тоже на детей деньги и наверное удачно за эти деньги употребляла алкоголь дети были одеты подписчиками плюс в дом там все присылалось там и часы там учета еще и что ей было ей хорошо жилось я не верю что она там не получала никаких денег я думаю получала и получала она по сути нормальные деньги на самом деле я говорю я бы не спешила бы и возвращать детей самом деле хорошо было бы чтобы ее госпитализировали и и подольше бы пролечили чтобы весь вот этот вот алкоголь из нее вышел чтобы время прошло и как-то знаете может быть это алкогольная зависимость притупилась но не знаю ребят как по мне хотя это лечение это не лечение и вот говорят да какие-то кодировки там чуть какие-то уколы делают но я почему-то не верю во всю эту дребеденье кажется если человек сам не захочет остановиться или бросить пить то вряд ли кто-то сможет заставить но хотя знаете вот она плачет и говорит не спит по ночам и вот что детей нету дом опустел не знаю осознание возможно и приходит потому что она трезвая и она понимает насколько все сложно и как ей тяжело без детей и конечно же она плачет конечно же она в отчаянии но хочется вот сказать да где ты же не было раньше и и жалко с одной стороны что человек вот потеряны в жизни и ничего она в жизни не добилась ничего она не имеет только дружбу с вот этим вот зеленым незеленым с горючим змеем и больше в жизни ничего нет вот жалко да но она сама хозяйка своей жизни она сама выбрала для себя такую жизнь в общем ребят пишите что думаете вы по этому поводу я буду заканчивать как всегда желаю каждому из вас прекрасного настроения мирного неба над головой любви добра понимания конечно же мои хорошие здоровье берегите себя и своих близких а я вас обнимаю всем пока